Доброго времени суток, друзья! Итак, остался денек, после чего номат с пожизненной страховкой уйдет из магазина и появится там уже с ограниченной. Тем, кто купит пакет по моей реферальной ссылке, хочу небольшой подарочек сделать. Да, он совсем маленький, но все равно приятно. В игре переведу вам денежку для того, чтобы вы могли купить себе рог. Это машинка, на которую вы можете майнить, которая влезает спокойно в номат и дает возможность тем, кто владеет данным кораблем, заниматься майнингом. Не только ручным, но и на машинке, непосредственно на поверхности планеты. В прошлый раз я заснул на этом корабле, на орбите, по-моему, Майкротека. А когда вошел в игру, появился рядышком с Солнцем. Вот как-то так это происходит. И решил полететь, поманить на Даймаре. Собственно, видео будет посвящено майнингу на Роке. По ходу дела будут возникать разные сложности, связанные зачастую с альфа-версией игры. Буду решать эти проблемы. Думаю, что новичкам будет достаточно полезно посмотреть это видео. И не просто полезно, а даже интересно. Потому что на самом деле собирался сделать такой базовый обзор майнинга. Прилетел, взял машинку, поехал помайнил и вернулся, продал. Все. Но получилось все не так красиво. И, в частности, может быть, некоторых проблем можно было бы и избежать. Ну, соблюдая правила, так скажем, альфа-версии. Но Стар Ситизен непредсказуемая среда. То есть, мир Стар Ситизен, он очень интересный. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Сидишь такой на работе, думаешь, приду-ка я домой, покушаю и потрачу часик-два, чтобы заработать себе 100-150 тысяч. Ну, не меньше. Все-таки 2 часа, и я уже умею летать, и все такое. А по факту получится так, что ты можешь вообще ничего не заработать. Либо по дороге к месту майнинга. Это вообще передумать, заниматься майнингом. Ну, там разное, может быть, на пути произойти. Вообще, гораздо интереснее, конечно, в компании друга или же корпорации нескольких человек. Вот. Это факт. Хотя, даже если вы одиночка и вдруг застряли на какой-нибудь планете, вам тоже, в принципе, смогут помочь. Ну, желательно, чтобы у вас не совсем пустой карман, правда, был. И данную ситуацию в этом видео я освещу. Итак, подлетаем к точке, где мы сможем вызвать машинку для майнинга. После чего засудим ее в кораблик. И пойдем искать руту. Значит, какое правило здесь есть? При посадке на платформу или же рядышком на грунт, обязательно следите за тем, чтобы не было сообщений о том, что вы убирали свою колымагу или же ее уберут за вас. Если вы пропустите это сообщение, то где-то примерно минута с небольшим, и ваш кораблик исчезнет. Пока вы там будете вызывать свою машинку, его уже не будет. Лучше сразу посадить на грунт, если да, то подальше куда-нибудь. Чтобы... То есть не ленитесь пробежаться. Это лучше, чем вам потом придется покончить жизнь самоубийством или создавать маяк и потом возвращаться сюда с корабликом. Дело в том, что на машине чисто, вот если брать, да, вот казалось бы, мы прилетели, сейчас возьму машинку, сяду на ней и поеду, блин, руду собирать. Не так все просто, потому что не так ее прям много, этой руды. Она не валяется на каждом шагу. Причем за каждую... За каждый тип руды, так сказать, разная цена. Также она занимает разный объем. Но она раскидана по планете на большом достаточно расстоянии. Вот. И скорее всего на машинке вы просто будете очень долго ездить в поисках этой руды. Поэтому, ну, собственно, для этого вам нужен кораблик. Вы загрузили, летите на нем, сканируете, потом нашли что-нибудь, спустились, собрали, заехали, полетели дальше. Вот как-то так происходит майнинг. Так что кораблик, он важен. С каждым патчем, в принципе, может меняться количество руды на планете. Во всяком случае, у меня такое возникает мнение. На самом деле, может быть, просто мне так везет. В один день я прилетел, и у меня куча крутой руды, и все поблизости. А в другой день я просто летаю, и ничего не могу найти, кроме какого-то хлама. Даже хлама иногда бывает не найти. Рыбакам понравится. Своего рода рыбалка, блин. Вот, итак, вот наша машинка. Прыгаем в нее. И паркуем ее кораблик. Да, машинку, соответственно, чтобы она поехала, нужно включить. или зажатой клавишей F и мышкой, или же кнопочкой R по умолчанию. Вот. Теперь по поводу парковки. В Nomad ее желательно парковать задом. Почему? Потому что спереди у вас будет стенка есть. Найки. Акки, связи с этим. В принципе, может быть, и можно будет выйти, но не стоит экспериментировать. Забыл одну вещь сделать. Именно лифт опустить. То есть вот в таком виде мы заехать не сможем. Здесь есть кнопочка. Нажимаем ее с зажатой клавишей F. И, пожалуйста, трап готов. Немного поманипулировали. Желательно прямо максимально по центру подъехать и мы на месте. Ну вот, тоже, видите, немножко не понравилось все равно, как я заехал. Так, вот. Машинку лучше заглушить, отключить двигатель перед тем, как из него ползать. Вот, чтобы избежать каких-то лишних гликов. Вот. Трап можно закрыть. можно не закрывать, он сам закроется. Поверхность магнитная, она, по идее, удерживает эту машинку. То есть, она даже в принципе, здесь даже, видите, бортика никакого нет. Колеса свисают, но ничего страшного произойти не должно. Так-с. Ладненько. Вроде нормально. Полетели. Бывает еще такое, что народ развлекается назовем их пиратами. Прилетают, караулят. Как только вы вылетели из безопасной зоны, разносят вас. Если пустой, это еще не так обидно, но все равно опять заново сюда лететь придется и все такое. То есть, как только вы поняли, что за вами охотятся, старайтесь как можно быстрее вернуться обратно в безопасную зону. При этом еще желательно выпускать ловушки, чтобы вас ракета не снесла. А у меня уже первая проблемка. И связана с тем, что я не могу запустить сканер. Сканер запускается клавишей Tab. Вот я нажимаю и ничего не происходит. тут нужно попробовать например заглушить, выйти, потом обратно снизить. Батюшки. Я же в атмосфере, черт. Быстро, быстро, быстро. Короче, когда в атмосфере, то корабль падать начнет. Это логично. Двигатель нельзя выключать. Так, 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 так. Блин, черт, заодно на прочность проверим и не дарить. В общем, ударились. Кстати, вот посмотрим, как там наша машинка поживает. Вот если она после такого осталась на месте, значит, магниты очень хорошо выполняют свою функцию. машинка на месте. Супер. Ну что ж, вот и сканер заработал. То есть это по-русски. Если техника не работает, нужно ее долбануть хорошенько и все. Так, раша. В общем, русские не пропадут в этой игре. Вот мы нашли камушек и выглядеть он должен не как камушек, а как такие бриллиантики. для этого нужно поближе подлететь иногда. Вот. Есть бриллиантики, это то, что нам нужно. Теперь мы можем искать местечко, не гонять нашу тележку и идти их дробить. В идеале, конечно, перед тем, как выйти со штурвала, то есть вы уже сели, посмотреть, нажать кнопочку F4, посмотреть, хорошо ли вы сели. То есть выехать-то вы сможете в любом случае, а вот заехать потом не сможете, если у вас трап будет высоко от земли. Вот. То есть придется потом перепарковать кораблик и заехать. Вот. Чтобы этого не делать, посмотрите, убедитесь, что все хорошо и потом уже бегите к машинке. Хреново, конечно, я сел, но да ладно. О, дверцу не закрыли. Так. Либо после того, как мы об землю стукнулись, она уже автоматически открылась. Значит, еще один прикол. Техника, у которой есть такие лифтоподобные конструкции, частенько багузы. Особенно это касается таких больших лифтов, где собственно можно поднимать технику. у нас конечно много событий произошло, из-за которых машинка могла вот так вот раком зацепиться колесом. Ну, что же нам в этом случае делать? Это не конец. Идем за штурвал и попробуем ее стряхнуть. Перед тем как заняться этой процедурой нам теперь нужно открыть обратно. Оп! Экстрактор. Вот. И теперь давайте попробуем немножко поскакать. То есть смотря на то, что магниты как бы прекрасные, но в открытом состоянии в принципе. Кстати, не буду сейчас пробовать, но по идее если это как его йо-йо! Ё-моё! Да, вот вот таким вот образом она у нас вышла. Но вышла тоже хорошо. Теперь осталось я думаю, что если мы сейчас сядем, то и она приблизится к земле. То есть какая-то связь еще, наверное, с кораблем осталась. Поэтому она так высоко. Сейчас вот. Да, теория оправдалась вроде бы. Если машинка у нас ложится на крышу, можно попробовать там при помощи этой лапы, которой майнишь, как-то перевернуться обратно. Ну, у меня это достаточно плохо получается и я предпочитаю подлететь корабликом и немножко пынуть ее. Да, можно перестараться, можно и кораблик грохнуть, и машинку повредить, но какая разница? Если я приехал майнить и я не могу перевернуть машину, то это равно сильно тому, что кирдык. правда, мы можем на кораблике сесть, полететь и вызвать новую, а если мы его взорвем, то придется лететь уже со станции. Вот, теперь осталось нам ее догнать и запрыгнуть в кресло водителя. Дело будет в шляпе. Ты машинка, ты меня ждешь? Существует вероятность, что она может воспалывать колесиком или как-то прижать и вы отойдете. Да. Майнинг очень опасное дело. Так. Вот. Как только мы в нее сели, машинка успокоилась. Что ж, приступим. Едем к нашим бриллиантам. Чтобы нам посмотреть, какой именно камень мы нашли, нужно нажать клавишу М. Рука выехала и теперь мы видим, что это хадонит. Вот. Значит, первым делом мы должны его расплавить. Для тех, кто не знает, как это делается, да, ну, то есть, многие на проспекторах на машинке могли не майнить, но такая же суть, как и везде, как и с ручным майнистом, как и в проспекторе, так и здесь. Нам нужно накалить камешек и выдерживать ползунок, вот, левить центра. А в зеленой зоне иногда это сделать очень сложно. Если передержать в красной зоне, то камень взорвется и может, в принципе, ну, как минимум, мы его потеряем полностью, всю руду, а как максимум может прибить нас. Ну, если взять посерединке, может повредить технику. Вот. Три варианта развития. То есть, если вдруг он в красной зоне и соответствующее сообщение звуковое или графическое вы получаете и не знаете, что нажать, то просто отведите глаза в сторону. Вот. сразу быстро его обратно нажмите, колесико мышек прокрутите на максимум и опять ловите зерновую зону. Вот. Что-то прям долго у меня с камушками. Вообще этот руд я бы назову пылесосом. Сейчас скоро поймите, почему. Надо немножко ускорить процесс. пылесосом. Готово. Теперь нужно сменить насадку, не насадку, правой кнопкой мышки и уже другим лучом мы собираем то, что пылесосим. То, что выбралось от этого камня. есть одна особенность, которая мне не очень нравится, это то, что вот эти камушки они разлетаются бывает более чуть ли не на 100 метров. Либо ты забиваешь на них, либо каждому камушку подъезжать и его засасывать. Вот вообще так 1 метр может он не тот, который разбился его собрать к ним я не знаю, наверное так. Вот например, просто блин, улетел, слов нет, у него наделал там еще слева камушки. Ну, он сейчас собрать будет. Еще надо под вот, прилетел. Вот, то есть, конечно, кучка остается там, а какие-то все-таки улетают. В общем, собрал почти все камушки и перехожу к следующему. Вот этот мне больше нравится, потому как я его удерживаю. Не знаю, как-то странно. Там почти такая же зона маленькая, в принципе. Может как набил. готово. Видите, они мгновенно рассыпаются, да, нереально прямо так резко достать и все собрать. В любом случае придется возиться. Так, мы погнали к третьему камушку. Третий камушек, мне кажется, не хуже. Второй сейчас вскроется. хорошо идет. На самом деле просто разогрелось сопло и теперь более стабильно колбасит. Так, давай уже. Мне кажется, 15 я уже потратил на пока гонял, собирал вот эти все так называемые. Сейчас не плохо смотреть, какая кучка. Прямо большущая кучность. Но все равно какие-то успевают разлетаться. То есть понятно, чем быстрее достанете этот пылесос свой, тем меньше вероятность, что вам придется больше тратить времени на собирание этих осколочков. Так. Еще немножко ускоримся. Пришло время заехать в кораблик. Вот какой луч. Зажигалочка. Так. мне кажется, что он где-то здесь стоял. Как мечтать. Может, за горку завалился. Метки я его не вижу. Прикольно. Очень прикольно. Корабль наш растворился. взорвался. Какие могут быть причины? Причиной может быть лифт, причиной может быть уголю планеты, то, что корабль был немножко поврежден. Это то, что мне в голову так вот приходит. То есть корабль скорее всего провалился сквозь планету. Не знаю. Или взорвался. или провалился и взорвался. Черт его знает. Значит, как мы можем поступить? Мы можем сейчас найти ближайшую станцию. Ближайшая скорее всего та, с которой мы выехали. Вылетели. Потому, что мы совсем недалеко отлетели. Доехать для нее на машинке, чтобы сдать груз. Для нас сейчас это приоритетная задача. Чтобы наш груз не пропал. иначе то, что мы здесь полчаса возились, оно будет насмарком. Да. Но фишка в том, что у меня не получается поставить метку и соответственно я не знаю в каком направлении находится эта станция. что-то забаговало все конкретно. Конкретная забагованность ничего не получается. какие варианты. А в варианте есть еще один. То есть здесь мы можем попробовать войти выйти F2 F1 еще по меню что еще можно сделать. Войти выйти с грейкета если все это не помогает никоим образом бывает такое бывает сервер начинает баговать по-всякому бывает вот вышел картина та же я уже вижу что ничего не получится потому что сверху нет никаких надписей в общем доехать до ближайшего пункта сдачи у нас тоже не получится точнее мы можем очень долго ехать ехать и ехать и ехать но у нас есть еще показания жизни сейчас например показывает что мне осталось 2 часа где-то ориентироваться я так понимаю 2 часа я могу шастать по планете машинка у нас полностью открытая поэтому спрятаться в ней не получится на даймаре я не помню здесь как бы вроде бы должна быть атмосфера но насколько она полезна для меня не хочу рисковать то есть можно снять шлем и проверить но если вдруг здесь маловато кислорода то соответственно вы можете не успеть выводить обратно так есть еще один способ отсюда свалить это создать бекон создать маячок не помню вообще создавал я хоть раз эти маячки нам нужно так сюда нам нужно зайти в миссии вот выбрать беконс и создать свой свой маяк здесь мы должны накатать сумму так здесь наверное в принципе можно оставить первый пункт а то еще я так понимаю что не все смогут меня потом забрать так а здесь транспорт нас интересует эскорт нам тут совершенно не нужен выбираем транспорт и рок вот наш вариант это рок то есть уже будет понятно что нужно прилететь и забрать меня здесь не самого а с тележками но даже если прилетит маленький корабль то я смогу вытащить ящик из рока закинуть его кораблик запрыгнуть сам и улететь без рока то что рок останется ничего страшного груз я смогу продать и так то есть я ничего не потеряю так ну маяк создан только времени до того как я отойду осталось совсем немного почему-то вместо двух каких-то там местных часов тридцать шесть тридцать шесть пять минут вот это совсем немного я могу не дождаться я специально вбил сумму побольше чтобы ко мне наверняка и поскорее прилетели показатель живучести может меняться это может зависеть от разных факторов в том числе от того во что вы одеты я хочу попробовать одеть что-нибудь полегче и посмотреть как изменится показатель так ага живучесть моя уменьшилась значит нам не очень подходит данный костюмчик так значит давайте тогда оденем майнерский прикид который рассчитан на тепленькую погодку так это ново вот этот красненький по-моему он как раз для этого и создан посмотрим что получится сейчас главное не забывать сохраняться так увеличили немножко свое время выживания увеличили неплохо что еще фигово что если вы находитесь там где нет атмосферы или она критически маленькая или как правильно сказать критическое отсутствие атмосферы и очень хотите пить или есть то как говорится это ваша проблема потому что сделать вы этого не сможете нужно снять шлем сняли шлем задохнулись опять же таки я рисковать не буду и судя по тому что более легкой броне мне стало хуже не знаю мне кажется здесь опасно вот если честно не эксперт и то что там показывает высокую температуру и может быть это потому что мне вообще нужно в трусах здесь бегать поэтому может здесь так жарко что весь мой прикид это так ребята на горизонте я узрел кораблик да за нами летят вон он супер мы спасены это так прикольно черт подери так ну где ты там давай дорогой сейчас посмотрим что за нами летит есть такая вероятность что прилетят чуваки и просто тебя расколбасят вот красавчик да это меркури ура мы спасены и вот такая туша прилетела меня спасать тх 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 значит и продать или тачку закинуть на базу то тогда должен сработать триггер и денежка должна поступить с моего счета насчет того кто меня спас по-моему так вот если честно не буду брать посмотрел денежек сколько надо отследить этот момент что ж мы практически спасены в принципе человек убежал сейчас закроем мне кажется мне не получится закрыть это все дело потому что так сказать но не хватит там парам парам видите какой называется сюжет полетели манить поблагодарил парня он не пригласил на борт я написал спасибо полетели просто помайнить а в результате возвращаемся вообще как бы как арбинзоны но груз цел это важно и я собрал где-то около 13-15 процентов всего заполнил коробочку вот а если бы была на сто процентов было бы обидно так похоже я не попаду к этому товарищу который за штурвалом потому что заблокировал дверь ну пойду погулять ну пойду погулять она так пам 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 у меня тут шахматы можно было бы попить водичку например есть у меня водичка вообще я покупал и единственное единственное мне кажется что у меня нету был было небольшое обновление оно же по ходу и обновления то есть все что у меня здесь лежало по моему у меня его нет сейчас попробую поискать пуль м м м м м да в пролете как мог бы в самолете воды нет ну и так вроде нормально упал что-то заколбасила видимо совершать маневр чел так не пойдем так нам нужно вылезти наружу вот в ту рыльку посмотрим что снаружи происходит может помощь нужна но сейчас мы направляемся на местечко где я брал машинку потому что по идее это вообще ближайшая . то место где меня подобрали так у нас есть преследователи сейчас мы с ними разберемся красота надо только не перепутать может быть это охрана я с ними не в пати поэтому могу раздолбить и своего по сути если не стреляет значит типа окей посмотрим тут их гасят по щитам но я чё-то не вижу чтобы этот ага вот еще один вот кто бомбил по нам ракета если кораблик заряжен то не так просто щиты пробить мы поможем тебе опечалить второй по ходу помогает нам вот и нету пиратика так и теперь можно спокойно лететь на базу классно прям настоящий блокбастер хочу сказать несмотря на то что полную коробку я не набил на руки ресурсами поиграл я в принципе свое удовольствие то есть и самое главное я выжил даже что-то заработал ну заработал я меньше чем я потрачу просто я слишком большую цену за свою эвакуацию задал поэтому чтобы такое отбить надо было подольше поманить без кораблик это крайне сложно сделать потому что тупо закончится время выживания и все ты заляжешь там где нить в этой пустыне открыть я тоже не могу давай чувак ты где корабль большой пока добежишь я решил пока суть до дела удвоить гонорар но не то что вознаграждение то есть мы можем помимо того что человек получит за миссию если нам понравилось как он все сделал перевести еще отдельно ему денежку для этого нужно достаточно знать ник звали его чапи вроде как просто удвою ему вознаграждение так вот сюда сейчас он обалденет как раз поделиться со своим товарищем который его охранял это погасит заправку ракеты еще и напивку останется туда уже тюрьмам и луна и и и и и и и и вот обратите внимание ведь и время пошло если здесь рот брошу свидания здесь вот а здесь предупреждение нет оставлять и идти продавать то что у нас карга коробочки так если не ошибаюсь это вот в этом домике находится хотел написал типа чувак ты мне сотку перевел все для вас спасатели значит сел выбираем нашу машинку выбрать материал то что вы точнее руду то что мы продаем 30 тысяч то есть 15 процентов это примерно 30 тысяч этой руды в принципе если бы полную коробочку мы насобирали то это уже больше сотки за один присест так сказать мы бы заработали машинка это стоит 170 с копейками вот как то так то есть можно занять у кого-то машинку сделать пару грамотных ходок и зашибись чапи оказался порядочным у меня решил довести еще до станции по ходу сейчас посмотрим где мы окажемся сюрприз единственное вот корабль классный мне вот так все таки не хватает иллюминатора в нем хотя бы где-нибудь крыша может быть была бы стеклянная вообще непонятно где ты находишься так полетели пока урок я с тобой на самом деле я думаю лучше все таки наверное его прятать то есть грубо говоря делать store убирать его с платформы просто не помню в каких случаях он багуется грубо говоря у меня есть еще один рок и он не вызывает как это как это побороть я не знаю я просто пришлось просто купить новый можно конечно обнулить аккаунт но из-за этого можно что-то потерять мне это совершенно не хочется я уж как-нибудь переживу этот момент вот выйдет 3.12 там уж может все и обнулиться сейчас видимо сделаем прыжок и скорее всего это будет алисар карту же стоит походу и ищем куда прыгать все давай жмакай смертить тут не очень далеко кстати что там хочу добавить чувака это кстати клавиши f11 находим ник правой кнопкой мышки и добавляем мы посылаем запрос ну вот мы и дома как говорится поистине для меня порт алисард это дом потому что он уже столько лет существует еще нифига не было он был да даже жалко будет если когда-то его уберут ходят такие какие-то слухи хотя не вижу смысла я думаю что в каком-то видео он останется может быть куда-то его перенесут вот так вполне себе прикольная станция ну вот и подошло наше путешествие к концу есть еще какие-то вопросы остались задавайте в комментариях отвечу если игру еще не приобрели или даже не зарегистрировались зарегистрируйтесь займите себе ник вот а когда будет денежка или акция купите себе пакет повторюсь что до завтра еще можно купить пакет с тем корабликом на котором я сегодня летал и у него будет пожизненная страховка 3 декабря там скорее всего будет уже страховка ограниченная там 6 месяцев плюс-минус также кто по моему реферальному коду купит игру я в игре подарю ему рок вот то есть сможет уже как бы ни у кого не занимая не выполняя какие-то миссии или там занимаясь перевозкой груза взять машинку и поехать майнить вот ну что ж на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь здоровья вам и до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...